Морская свинка… Жила-была на свете королевна, и у той королевны в замке под самой крышей был зал с двенадцатью окнами, которые обращены были на все четыре стороны света, как, бывало, она в тот зал войдет да кругом то посмотрит, так и увидит, что во всем ее царстве делается. Из первого окна она могла все видеть гораздо лучше других людей, из второго, еще лучше, из третьего, еще яснее и т. д. Т.е., пока не доходило до двенадцатого, из которого она все могла видеть и на земле, и под землею, и ничего не могло укрыться от ее взора. Но так как она была горда и никому не хотела подчиниться, и власть всю в своих руках удержать хотела, то и объявила она, что ее супругом может быть только тот, кто сумеет так укрыться от ее проницательного взора, чтобы она не могла его найти. А кто укрыться попытается, да будет ей разыскан, тому голову отрубят и на кол ее воткнут. 2И вот перед ее замком постепенно появилось девяносто семь кольев, и на каждом колышке-поголовушки, 9и долгое время не являлись желающие за нее свататься. 9Королевна была этим очень довольна и думала, ну, теперь я на всю жизнь буду свободна. 9Но вдруг явились к ней три брата и возвестили ей, что они хотят попытать своего счастья. 9Старший вообразил себе, что может укрыться от ее взгляда в яме для выжигания звести, но она увидела его уже из первого окошка, 9приказала из юмы вытащить и голову ему отсечь. 9Второй ей запрятался в погреб замка, но и этого она разыскала еще из первого окна, и головушка его мигом очутилась на девяносто девятом колу. 9Тогда явился перед ней младший брат и стал ее просить, чтобы она дала ему денек на раздумье и так была бы милостива, дважды спустила бы ему, 9если бы он не сумел от нее укрыться, а если бы и в третий раз ему это не удалось, то он готов и жизнью поплатиться. 9Потому ли, что он уж очень был красив или просил особенно умильно, королевна сказала ему, 9хорошо, я согласна на твой уговор, но предупреждаю, что и тебе не посчастливится укрыться от меня. 9На следующий день он долго придумывал, как бы ему укрыться, но все было напрасно. 9Тогда взял он ружье и пошел на охоту. 9Увидел ворона и прицелился в него, уж он хотел крок спустить, как ворон закричал ему, не стреляй! 9Я пригожусь тебе! 9Он опустил ружье, пошел далее и пришел на озеро, а на том озере поднялась из глубины большая рыбина на поверхности и плавает. 9Он в нее прицелился, а рыба и крикнула ему, не стреляй, пригожусь тебе! 9Он пошел далее и повстречал хромую лисицу. 9Выстрелил в нее и дал промах, а лисица ему крикнула, 9- Лучше подойди сюда и вынь мне из ноги за нозу! 9Хотя он это и сделал, однако все же хотел лисицу бить и содрать с нее шкуру. 9А лисица сказала, 9- Отпусти меня, я пригожусь тебе! 9Юноша отпустил ее, и так как уже завечерело, то он и вернулся домой. 9На следующий день он должен был прятаться, но, как ни ломал голову, не знал, куда. 9Вот он пошел в лес к ворону и сказал, 9- Я тебя пощадил, так ты теперь скажи мне, куда я должен спрятаться, чтобы меня королевна не видела! 9Ворон опустил голову и долго обдумывал, наконец, прокаркал, 9придумал! 9Он добыл яйцо из своего гнезда, разломил на две половины и посадил юношу в яйцо, затем он вновь его сложил и положил под себя. 9Когда королевна подошла к первому окошку, то не могла нигде увидеть юношу, и в следующих окнах тоже, и уж начинала тревожиться, 0но наконец в одиннадцатое окошко увидала. 9Ворона она приказала застрелить, яйцо из-под него принести и разбить, и юноша должен был из него выйти. 9Она сказала ему, 9- Ну, один раз тебе прощается, и если ты не сумеешь лучше укрыться, то погибнешь! 5На следующий день он пошел к озеру, вызвал рыбину и говорит ей, 0- Я тебя пощадил, теперь скажи мне, куда бы мне укрыться так, чтобы королевна не могла меня увидеть! 9Долго рыбина думала и наконец воскликнула, вот что! 9Я тебя в свое брюхо спрячу! 9Проглотила она юношу и опустилась на дно озера. 9Стала королевна в свои окна смотреть, и в одиннадцатое его не увидела, и очень была встревожена, но наконец в двенадцатое окно так и увидела его. 9Приказала рыбу изловить и убить, и юношу из нее добыть. 6Можно себе представить, что у него на душе было! 9- Два раза я тебя пощадила, – сказала королевна, – но я не сомневаюсь, что голове твоей придется торчать на сотом колу. 9На последний день в самом тягостном настроении духу вышел юноша в поле и повстречал лисицу. 9- Ты такая мастерица всякие лазейки находить, – сказал он ей, – я тебя пощадил, так посоветуй же ты мне, куда я должен спрятаться, 9чтобы меня королевна разыскать не могла. 6- Хитрая штука, – отвечала лисица и наморщила лоб в раздумье. 9Наконец воскликнула, – знаю, куда! 6Пошла с юношей к одному ключу, окунулась в него и вышла оттуда рыночным торговцем, который разных диковинных зверей продает и показывает. 0Юноша тоже должен был окунуться в этот источник и вышел из него морской свинкою. 9Торговец пошел в город и всем там показывал это милое животное. 8Много сбежалось народа на свинку смотреть. 9Наконец пришла и сама королевна, и так как ей свинка понравилась, то она купила ее у торговца за большие деньги. 9Прежде чем передать королевне свинку, он шепнул ей на ухо, – когда королевна пойдет к окошкам, ты ей под косу спрячься, 9и вот пришло время, когда королевна должна была искать юношу. 9Обошла она поочередно все окна от первого до одиннадцатого и нигде его не видела. 9Не увидев его и в двенадцатом окне, она испугалась и разгневалась так, что все стекла во всех окнах в тысячи кусков перебила и весь замок у 5неходыном заходил. 9Она от окна отошла и тут только почувствовала морскую свинку, которая у нее под косой ворочалась, схватила ее, бросила на пол и крикнула, 9 «Прочь с глаз моих!» 9Свинка побежала к торговцу и с ним вместе, к источнику, оба окунулись туда и вылезли из воды в своем прежнем виде. 9Юноша поблагодарил лисицу и сказал, 9- Вороны и Рыбина в сравнении с тобой были просто глупцы, а ты на все руки мастерица! 5Затем юноша отправился в замок. 9Королевна уже ожидала его и покорилась своей участи. 9Отпраздновали свадьбу, и он над всей той страной стал королем и повелителем. 5Никогда он жене своей не рассказывал, куда он в третий раз спрятался и кто ему в этом случае оказал помощь, так она и была уверена, 6что он всего добился своим умом, а потому питала к нему уважение и думала, «Он похитрее меня оказался!